Дэня, сейчас бабуля придет. Пойдешь гулять? Да. На ракету, да? Ты скажешь ей, бабушка, на, я хочу на ракету, да? А где часы? Часы, вон они на столе лежат. Нет, нет, в другом, вон там, зеленые, вон они. Возле тостера. Нашел? Нет. Другие часы? Чёрные. Чёрные часы? Чёрные. Я не знаю, где чёрные часы. Где? В общем, сейчас придет свою кровь погулять с Дэнькой. А мне надо что-нибудь поделать. Может, мне панельки пока поклеить еще? Как раз пока их не будет. Сколько я успею? Там часок, наверное, они погуляют. Сколько я за час успею панели поклеить? Надо поклеить, наверное. Еще, блин, такое настроение куда-то пойти, но на самом деле мне вчера прислали видео, то, что вообще в торговых центрах, я так понимаю, ну вот конкретно в Меге, да, что все закрыто. То есть вход по QR-кодам, прям уже со входа. Прислали мне видео, что даже если туда заходишь, там вообще никого нет, просто два человека ходят. Половина, там больше половины магазинов просто закрыто, опечатано. У меня друзья ходили в Спортмастер, и там вообще, ну то есть нельзя ходить, ничего трогать, только детское можно брать. Мне, кстати, чешки надо будет за выходные деньги купить. Вот, и там, короче, только если через онлайн заказал, и ты приходишь на кассу, показываешь вот, что ты заказала, они тебе приносят, и ты меряешь. Короче, такого еще не было. Вот такое вот у нас. Так что в торговом центре вообще ситуация нет смысла. Леруа закрыт тоже, я буду заказывать панельки эти, чтобы доклеить их до конца. Короче, такие дела. Чем заняться, я не знаю, только в лес поехать. Или куда-нибудь там в Мержаново, Мержаново, по-моему, да? На маяк вот этот поехать. Короче, не знаю. Пока хочется дома побыть, монтировать видосы, отдыхать. Та-дам, ням-ням. Я вам вчера, кстати, не сказала, очень вкусно получилось. Все очень мягенько такое. Вот сейчас я разогрела, буду кушать. Включу сейчас сериал какой. Что-то самка богомола мне вообще не зашла, знаете, из-за чего. Нет, сюжет прикольный, все прикольно, просто игра актеров. Вот иногда те же самые актеры в каких-то других сериалах, они от чего это зависит, я не пойму. Они могут играть лучше. А здесь, ну, просто такое ощущение, что они, короче, не выспались, там, не доигрывают, переигрывают. Я вот смотрю на это, и меня это отвлекает. Я не верю. Вот я не верю, понимаете? Вот это мне не нравится. Вот этот контейнер, который до этого был, вообще вот классный. Прям нравится, как играют. Прям вот кайф. А это самка богомола, что-то там, короче, пошло не так похоже. Вот что это за кот, девочки? Что это за кот? Пришел тут, лег. Котенок мой такой, такой сладкий. Как ты попал вообще в нашу семью, а? Что же за карма у тебя такая хорошая? В семью нашу попал. Да? Обнимает меня, смотрите. Ой, что, сердце твое растаивает, да? Уже понимаешь, кто моя мка такая-то? И сладкий такой котик. Вот такой котик. Пойдем по котику. Идут мои хорошие сгуляночки. Ну что? Хорошие. Кушать ходит, конечно. Скажи, только нагуляться много. Вот у него тут какая-то лавочка, он как начал плакать. Ой, пацанапался. Эй, ничего страшного. Пацанапался. Кушать будешь? Да, он хочет. Так, нагулялся? Ты нагулялся? Да. С бабулей. Та-дам! К нам приехал заказ из пятерочки. Рифленые лобстеры. Спасибо. Короче, мне очень захотелось чипсов. Я взяла два вот таких чипса запеченные. А, это рифленые, господи. Рифленые. Рифленые. Я люблю запеченные. Ну ладно. Взяла батон с отрубями. Главным образом молочко. Два с половиной процента. Очень люблю. Я могу литр вот так выпить. Говорила я вам? И с ладюшки захотелось. Вот такое вот взяла. Орео печенька. И вот какие-то такие шарлиз. Парижские вафли. Похрустеть. Все что ли? Мне кажется, я еще дала. Походу все. Чипсики я сейчас уберу, потому что я Прингл съела несколько штучек. Уже наелась. Сейчас я хочу главным образом молочко с печеньками и с вафельками поесть. Вот такая красота. У меня эти печеньки очень сладкие. Вафли, они очень сухие. И после этого всего очень хочется пить. И холодным молоком запивать, это просто моя любовь. Всем доброе утречко. Сегодня я проснулась. Скажи привет. Привет. Жальчик. Короче говоря, сегодня я проснулась. Ну, я уже проснулась. И пишет мне Ленусик Хэппи. Говорит, в гости приеду. Так что через пару часов, наверное, она уже будет. Сейчас чуть-чуть приберусь на поверхность. Я хочу чуть-чуть попылесосю. Такая еще кофе не попила. И жду гостя. Я как раз на самом деле, я думала вчера ее еще позвать. Потом думаю, не, надо доделать дела там какие-то. Я же вчера монтировала, то-се там делала. Сегодня воскресенье, с вечера еще ложусь. Такая думаю, блин, надо как-то отвлечься уже. Надо как-то день провести как бы с друзьями. Что поделать? Думаю, может быть, Лена в гости бы приехала. Думаю, ладно, проснусь, решу. И получается, что я открываю глаза, и она как раз мне звонит уже. Вот. Так что мысли материальные только где-то там, в зарождении. В общем, ждем ее с Машулей. Так, ну что, главным образом чуть-чуть я прибрала все. С поверхности убрала. Да, зачистила посудомойку, включила. Здесь, смотрите, девочки, решила вот эти штучки сделать. Что это такое лишнее надо обрезать. Короче, вот из фикс прайса вот эта вот, кстати, вазочка и вот эта штука из фикс прайса. Только я ее согнула там. Согнула и засунула, потому что они слишком высокие. Прям не знала, куда их засунуть. Вот. Это подсвечник, да, из фикс прайса. Я его решила оставить. Как подсвечник, девочки, мне сказали, очень круто. Он светится и отдает тени. Это вот как раз придут ко мне играть будут. Лене, может, захочется задать какой-то вопрос. Эту штуку я вообще не знаю, куда деть. Пока она здесь лежит, вот просто лежит. Я ее никуда не прикрепляла. А вот это вот прикрепила, главным образом закрыла дырку, которая здесь. Ну, правило, короче, замазывать эту дырку. Все равно будем что-то с этой стеной делать. Поэтому дырку пока завесила вот так вот. Ну, здесь надо что-то прикрепить. Вообще, я хочу картины, наверное, черно-белые какие-то сюда сделать. Короче, пока не спешим, собираем идеи. Вот. Все, ждем Лену. Оформляю пока видео на второй канал. Та-да-да-дам! Деня в труселях встречает. Привет, дорогие. Что, рад, Машуля, пришла? Ты рад, Машу? Мой мать, мой мать. Мой мать. Он уже вас все утро ждет. Маша придет. Ой, смотри, что тебе Маша дает. Смотри. Вот так я. Ты сказал? А что надо сказать? Спасибо надо сказать, Зайк. Чего ты туалетную бумагу разбросал? Ты встречаешь гостей уже с туалеткой? Вот я пока была занята, монтировала видео, посмотри. Он тут уже на этого бардак сделал. У меня такой классный. Раздевайтесь. Как я же хочу такой же. Да. Цвет классный. А вот другой чуть-чуть цвет, смотри. Ты мой сладкий, смотри. Ты показываешь Маше какой-то и хозяйственный мальчик. О, видите, такой молодец. Наши зайки кушают. Уже покушали, а теперь сладюшки кушают. А Лена пришла, смотрите, с чем. С супчиком, девочки. Я просто сейчас наслаждаюсь, потому что я суп не готовлю. Я обожаю с мелкой вермишелечкой, с курочкой, картошечкой. Кайф, короче. Спасибо, моя дорогая кормилица. Принесла яблочки, вкусняшки всякие разные. Сейчас макарошки детям сварим, с сыром любят. Ну, смотрим, три кота, болтаем. Короче, сидели мы, сидели с Ленок и пили чай. А я вспомнила, что у меня есть вот такой вот Глинтвейн, который я брала в Икеа. Его ни разу не пробовала. И все думала, когда его и с кем попробовать. Вот удачно сложились обстоятельства. Фруктовый напиток со вкусом Глинтвейна и клюквы. Мы сейчас его откроем, попробуем в холодном виде. Вообще, у меня еще есть, вот здесь где-то, девочки, специально для Глинтвейна какой-то набор. Сейчас я его найду и вычучто разогреем и добавим туда еще что-нибудь. Сейчас я вам покажу, короче, все. Наливаем. Девочки, аромат классный. Вообще прям классный, я вам так скажу. Сейчас попробуем в холодном виде давай. Держи. Пробуем. Прям погреть. Погреть, да. Погреть и вот это вот все добавить. Еще вот, смотрите. Вообще вкусненько. Сейчас попробуем. Короче, девочки, я еще бросила ломтик лимона. Мне кажется, что когда я прошу где-то в ресторанах безалкогольный Глинтвейн, вот, пожалуйста, налили, насыпали что-нибудь для антуражу там фруктов и притащили. Сидишь, кайфуешь. Классный. Нагретый тоже кайфный. Так, детишки нашли себе игрушку, да? Кидаются подушками. Ой-ой-ой. Только сильно не кидайте. Ладно, чтоб не больно было. Хорошо? Да. Дай. О, столкнулись подушки. Гол. Гол. Аккуратно, короче. Все, кошечки нас покидают. Красоточки, модные девчоночки. Смотри, Лена такая вся на стиле. Шнурочек завяжи, смотри, у тебя там. Ай, его не завязываю. Так, прячешь. Красивая Машуля какая. Все, пока-пока. Наигрались. Все на ранах, на синяках. Маша, будешь целоваться? Обнимать Машу будешь? Обниматься. Пока. Ну, не хочешь, не надо. Все, не в настроении. Все, спасибо. Давайте, молодцы, что приехали. Ты взяла контейнер, да? Да, да. Все, супер. Та-да-да-дам, та-да-да-да-дам, девочки. Утро начинается с того, что я нашла пакет. А-а-а, блин, это такая радость. Я нашла пакет со своими очками. Вот мой муж обрадуется, когда я ему об этом скажу, что я нашла. Потому что я думала, что я выставила этот пакет в мусор, девочки. И думала, что... Ну, не в мусор, а выставила его возле мусора. И когда забирали мусор, я думала, что выкинули все мои очки. И Валентина мои очки, понимаете, мои любименькие. Они здесь на месте. Майкл Корс, они на месте. А значит, тот, помните, наборчик. А это для этих, для телефона, зайка. Это то, что мне на день рождения дарили. Вот понимаете, сколько всего я думала, что пропало. Полароид Кристинка, который дарила. Милка, зубы чистит. Молодец. Блин, все на месте. Просто этот пакет был на балконе. Вы представляете? Вот еще одни полароиды у меня, которые я брала. Я люблю очки под разные образы промерять. Короче, класс. Вот это вообще для этого, для вождения. Прикиньте, сколько всяких штучек. Я думала, что все это пропало, а оно на месте. Радуйтесь, котики мои, мама, радуйтесь, вы радуйтесь, мои бантики. Ну и вот, достала я вот этот вот футляр для очков. Вот положила сюда очки, которые у меня именно идут без футляров. Вот я Майкл Корса ставлю в футляре родном. Надо его полоснуть, прям помыть. И Валентина в одном оставлю. А вот это все вот положила вот сюда. Вот так, раз, раз. И здесь еще вот такое средство. Вот это можно еще... А, подожди, полароиды у меня тоже есть оригинальные. Заберу, положу. Так, раз, 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 раз. И все, девочки, все. Такой вот чемоданчик вот здесь вот. Смотри. Сейчас, солнышко. Оп, все, с очками. Ну что, посылочки, обувь. И кто не смотрел на втором канале видео, уже обувь разбирают. Половину разобрали. И Денька в моем стиле, смотрите, одет. Шапка, очки. Такой, на пофиг. Ох, и что меня заставило выйти из дома? Это отправить вам посылочки, потому что вы их ждете. И купить кошакам туалет надо. Короче, хватает вот его прям впритык на 10 дней. Туалет этого. Когда мы вернулись? Надо посчитать. Когда мы вернулись? Нет, 8 дней. На 8 дней хватает туалета. Ну, прям проблем не знаю. Ни запаха, ничего. Убирается легко. Короче, мне нравится этот Мурзик. Так что сегодня надо его купить. И стоит он дешевле практически в два раза. Вместо 500 рублей я плачу 300 теперь. А если такой заказать где-нибудь побольше, я, получается, беру 4 килограмма этого наполнителя за 300 рублей. А если взять, допустим, там 10 килограмм сразу, или, может, 20 килограмм сразу, то будет дешевле еще. Ну, пока мне так комфортно. Вот. И еще посылка же пришла. Мне там ковер. Ковер еще один пришел. Может, он тоже на фон пойдет. Хорошо. Будут у меня разные фоны для вас. Я вот сейчас долго думала. Хотела зайти на мойку, чтобы мне помыли машину, потому что она грязная. С дороги как бы, да, вот это вот мне некогда. И реально, вот, когда моют машину, отдаешь на мойку, они моют ее час. А бывает и полтора. Попылесосят, пока все внутри, там, снаружи все намоют, все начистят. Ну, вот как-то так. И вот надо либо мойку найти классную, где можно сидеть, знаете, там может кинчик посмотреть, что-нибудь может заказать, поесть, чтобы время убить. Потому что сидеть и ждать час, пока тебя помоют машину, как минимум, да, это, короче, меня вообще накаляет. Вот просто час из жизни. Я столько всего за час могу сделать. И, короче, я ехала, пока я раздумывала, что мне делать, что мне делать. И в итоге проезжаю мимо мойки самообслуживания. А я же, эта же машина, она уже побольше, повыше, ее не так удобно мыть. Вот. Я ее еще ни разу не мыла в самообслуживании. Ну, думаю, ладно, у меня нет времени, а помыть я ее могу быстро сама. И в итоге зашла сейчас на мойку, заехала на мойку самообслуживания. И быстренько мне вышло 250 рублей. Я ее, блин, надраила как следует, птичка моя блестит просто. Зато потратила времени, девочки, ну вот сколько? 250 рублей, это 250 секунд. Из них я сделала паузу, когда пенку нанесла. И сколько? Минут? Минуты три, наверное, я подождала. Короче, вот. Посчитайте, сколько минут, блин, я потратила. Не больше 10 минут я потратила на мойку машины. И все, я прям счастлива. А вот это мне прям, знаете, я ехала, так я думаю, на эту мойку или на эту. И мне прям накаляло, что мне сейчас час, нужно что-то делать. Все. Так что мыть на мойке самообслуживания, это прежде всего быстро. Конечно, руки немного трясутся от того, что напряжение такое, да? Но я справилась, все нормально, и крышу даже помыла, дотянулась. Мои хорошие, время, час, ночи. Я только что посмотрела новые танцы. первый выпуск. Первый выпуск. Я охренела. У меня, понимаете, и слезы радости в перемешку со слезами, трогательности, и потом в перемешку со слезами от людей, которые не знают, что делать, кого выбрать. Просто, ну, блин, вообще крута идея, честно. Я не ожидала просто от новых танцев что-то прикольное. потому что я думала, блин, те были прикольные, мне они так нравились, что они там во втором придумают. И сначала я вообще не поняла прикола, но я посмотрела просто, просто. Они реально выбирают таких достойных соперников. И особенно, когда первый, там, знаете, первый кто-то выступит, ну, понятно, он выиграет. Выходит второй, выступает еще круче, хотя думаешь, куда круче. И как сложно жюри выбирать кого-то, я представляю. И насколько, вот я не знаю, я люблю вот танцы, вот я испытываю очень много эмоций, вот от фильмов столько, от сериалов я не испытываю, сколько вот за один танец. Один станцевал, что-то показал, передал, тронул тебя, второй. И просто с каждым танцем, представляете, сколько эмоций я испытываю вообще. Очень мне прям понравилось. И я рекомендую. Вот кто смотрел танцы просто и вам нравилось. Я вот даже не смотрела, я уже посмотрела, что там 12 выпусков уже, по-моему. Ну, то есть, я не смотрела по телеку, да. А сейчас я поняла, что все, я буду смотреть теперь, пока все не пересмотрю. Вот. И еще я начала смотреть сейчас новый сериал. Ну, потому что что-то меня не хватает, не захватывает ничего. Русский сериал мне порекомендовали, называется «Выжить после». Я уже смотрю вторую серию. Ну, прикольно, пока интересно. Наши иногда умеют интересно и классно снимать и сюжет, и игра актеров. Актеры все знакомые, все родные уже, можно сказать. Мне, ну, нравится. Вторая серия, как бы, мне хочется продолжать. вот. Час ночи. Вот я сейчас посмотрела, только первый выпуск закончила. Решила покушать и включить что-нибудь. Думаю, да, включу-ка я новые танцы и все, понимаете, и залипла. Сейчас все, такая все под впечатлениями, пойду спать. А, и еще хотела поделиться, мне уже третью ночь снятся странные сны. Не могу их рассказывать, наверное, да, не на общую публику, они очень странные, не для общего глаза. Ну, мне прям интересно, вот, я их прям записываю, ну, я их прям запомню сейчас, но вообще надо прям записать. Интересно их проговорить, что, что, что это в душе такое происходит, что мне снятся такие яркие, отчетливые сны, то есть я проживаю разные жизни. Я вот прям проживаю разные жизни. Мне интересно, что будет за сон сегодня и когда это вообще прекратится. Такое очень любопытное. Сейчас даже пойду и запишу. Короче, до завтра пока с вами прощаюсь. Всем доброе утро, мои дорогие. Сейчас принимаю заказы с утра, обуви. Сейчас свекровь еще пришла, забрала Деньку гулять. Я еще монтирую видео, а пью кофе параллельно. Так что, такой у меня насыщенный день. Девочки, мне нужен ваш совет. Сегодня, короче, я вчера с вечера не убрала туалет, а его уже пора было менять. И, короче, не дождался бантик, зараза. Милочка дотерпела все, молодец. Она прям с утра я только поменяла, она сразу по большому и по маленькому сходила. Терпела прям, видно, очень сильно. Аж прям звала, мам, поменяй туалет. Значит, это бантик. Взял и просто нассал под моим рабочим столом. Представляете, вот там. Я сначала не пойму, что за запах. Запах какой-то еще такой нехарактерный, да, вот не прям, не мочи, а непонятный запах. Короче говоря, пока увидела, пока разобралась, и я уже все, я уже и помыла. И этим, да, Месса со мной делала, да, все равно, все равно воняет кошачий, вот этим вот запахом, он никак не выветривается. Я не знаю, что делать. Посоветуйте мне теперь, вот это же надо запах оттуда как-то убрать, чтобы он потом не настал там еще раз, понимаете. Короче, у кого что было такое, кто как избавляется от этого запаха санья. Я не знаю, что делать. Сижу, мучаюсь, монтирую, и воняет мне. А еще не помню, говорила я вам или нет, что я решила вопрос с едой. Нашла людей, которые будут привозить мне комплексные обеды. Они занимаются только обедами, то есть они не делают доставку на дом, такую, знаете, там завтрак, обед и ужин. Они не высчитывают калории, но у них и ценник такой хороший, бюджетный. Вот, и просто я решила, что буду заказывать два комплексных обеда, у них есть на выбор, то есть они обеды больше развозят, вот так. Но я думаю, комплексных два обеда заказывать, и будет это там, либо на день, либо на полтора дня, а может и на два дня, потому что там такие комплексные обеды, там первое, второе такое с салатом, что для меня первое это обед, и второе это ужин, все. Утром до, вот до сих пор, сейчас пол первого, да, я пью кофе, вторую кружку, то есть я не хочу есть. Когда я захочу есть, это будет обед, а потом аж к вечеру это ужин. Поэтому мне вот такого комплексного обеда будет с головой на день. Ну, чтобы понять, что мне больше нравится, потому что там разное первое, разное второе, буду по два комплексных заказывать. Вот. Но они сейчас выходные, к сожалению, вот эти вот выходные, у них тоже выходные, но с понедельника будем, с понедельника уже привезут, короче, мне комплексный обед, и я рада, не хочу готовить. Прошло уже три часа, позвонила свекрови, говорю, вы там не нагулялись еще? Она говорит, нет, нет, мы еще гуляем, делай свои дела. Вот. А я хотела искупаться, пойти, потому что у меня эфир через два часа. Вот. Надо пойти голову помыть, привести себя в порядок. Еще сегодня видео хотела снять. Сегодня на почту я уже, наверное, не пойду, уже пойду завтра. Уже точно и насобираю больше посылок, и моя точно уже придет, потому что что-то не приходит мне сообщение, что она к вечеру, наверное, будет. Так что сегодня будет домашний такой, домашний, домашний день. А еще я, кстати, позвонила и начала спрашивать у знакомых, что же мне делать, у кого коты, что мне делать, как убрать запах. Мне посоветовали вот это вот все дело посыпать кофе. Вот натуральный кофе, без кофеина у меня там оставался, я его сейчас не пью. Я чуть-чуть, я вот посыпала. Слушайте, ну сразу перебил запах. Воняет теперь только кофе. Не знаю, пусть лежит пока, потом уберу. Питает, может, все. Смотрите, девочки, что мне Денечка подарил солнышко. Пришел и говорит, на, мама. Это они с бабушкой насобирали листьев, да, чтобы маме подарить. Давай водичку поставим, солнышко. Давай, давай, аккуратненько. Целый день, короче, сегодня они гуляли. Денька пришел, такой вообще, что-то отдыхает, на релаксе. Завтра, кстати, мама ко мне в гости приедет, сегодня мы с ней созвонились. Приедет в гости, придумала идею одну для видео. Хочу ее в новом образе посмотреть. Снимем на ее канал видосик. Вот. Ну, короче, в гости приедет. Посмотрим. Я, кстати, не знаю, возможно, это уже в следующем влоге будет. Может, я сегодня с вами попрощаюсь. Сейчас посмотрю, что здесь наснимала. Может, уже в следующем влоге увидите тогда мамочолю нашу. Субтитры сделал DimaTorzok